ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Ну что, Вань, мы сколько не виделись за все это время. Последнее интервью у нас было когда-то давным-давно, года четыре, после папиного ухода. Да, года четыре назад. И вот, после пятилетнего перерыва, после папиного ухода, ты открыл клуб своего Ивана Смирнова. Расскажи мне, пожалуйста, я же большой сторонник, знаешь чего, я даже интервью когда-то давал на каком-то радио и говорил, что по моему мнению, должны быть клубы разной направленности. Чтобы человек знал, что если он хочет послушать этномузыку, скажем, он должен знать в каких клубах играют этнические коллективы. Сейчас это очень размытое понятие, понятно, что все нынешние выдающиеся наши музыканты этнические, они работают в принципе в том, что называется современная импровизационная музыка. Но тем не менее, если человек хочет послушать там тяжельняк, он идет знать должен, где эти клубы. Ну я во всяком случае сторонник такого разделения, потому что вот эта каша, которая в клубах творится, ну не то чтобы каша, это плохое слово, но эклектика такая, совершенно эклектика. Солянка, да. Вот скажи мне, когда ты открывал клуб, ты думал о том, какая будет специфика у этого клуба, какой направленности будет репертуарная политика? Но если ты смотрел фильм про отца, называется Иван, на комментариях, там есть буквально несколько секунд, где отец говорит про свою мечту. Мечта такая, что он хотел бы создать такой закрытый, правда он сказал, клуб для творческих, талантливых людей. Не только музыкантов, художников, ну вообще творческих. И где они могли бы встречаться, общаться, делиться какими-то идеями и так далее. Вот собственно и концепция нашего хода, потому что у нас помимо музыки проходят всякие театральные, какие-то такие постановки, и даже у нас детские спектакли, и вот в будущем мы планируем вообще побольше и театра привлечь и так далее. Так что у нас, как ты говоришь, насчет царянки у нас тут она по полной проблеме. Музыка понятна, она во всех жанрах здесь, ну просто во всех. Так что мы всех приглашаем, приходите в наш разносторонний клуб. Ну клево, слушай, ну конечно тут не секрет, сейчас программа, но если зайти на сайт нынешний, который сейчас существует, договоренный перед включением камер, что разрабатывается новый сайт, полноценный. Да, да. Сейчас зайти, концерт раз в месяц, по большому счету, ну музыкальный концерт. Ну это лето, мы летом просто, откровенно говоря, не рисковали, потому что место новое, оно не очень раскрученное, не меньше года. Вот поэтому, ну есть риски, и даже музыканты как-то побаиваются новых мест. Понятно там какой-нибудь клуб, не будем называть кого, в честь кого, когда он существует там несколько десятков лет. Да. Да, у него есть своя публика и так далее. А у нас пока все это еще в процессе формирования. Поэтому вот сейчас у нас с сентября уже пойдет активно следить за афишей. Ты сказал, что вот эта вот задача папы еще сформулирована, молодых, талантливых и не молодых может быть тоже. Просто талантливых, мало кому известных, но это же в прямую, от этого зависит наполняемость. Да, как вот с этим-то быть, если ты будешь привлекать молодых. Во-первых, тут вопрос, кто, так сказать, конкурсная комиссия, да, кто отбирает этих молодых, как они могут достучаться. Это же важно. Если тебе это важно, чтобы до тебя достучались, то просто об этом скажи, во-первых, как достучаться. А во-вторых, ну, во-вторых, кто отбирает и каковы критерии талантливости, да. И в-третьих, как это коррелирует с наполняемостью клуба, ведь это же, ну, как ни крути, это бизнес, да, по-любому. Бизнес, надо зарабатывать деньги, оправдывать аренды и прочие, прочие вещи. Кухню, напитки и прочее. Ну, отбираю и, так сказать, как-то отсматриваю, да, материалы какие-то я. В первую очередь я, конечно, не один, у нас целая команда. Поэтому все очень легко, можно найти на ВК, грубо говоря, в каких-то соцсетях. Обычно мне присылают это либо на почту какие-то материалы, либо просто с предложением. А там уже мы, когда смотрим, ну, просто разные бывают, талантливые люди, да. Бывают действительно одаренные талантливые, а бывает, ну, что называется, поющие трусы. Естественно, мы не про это. Поэтому, таким образом, да, я отсматриваю, потом мы уже обговариваем, обговариваем условия и, собственно, сотрудничаем. Ну, а третья часть вопроса. А третья часть про наполняемость? Про наполняемость. И я понимаю, что команды известные, которые выступают во всех клубах московских, да, и ездят по гастролям по России, они, понятно, собирают. Ну, даже в этом случае собираемость такое понятие довольно серьезное, при том количестве развлечений, которые существуют сегодня в Москве. А вот молодые, это чистая благотворительность? Это, да, тут еще вопрос, это продюсерство какое-то в будущем? В будущем, конечно, продюсерство. Да, у нас есть в планах, у нас даже есть название и логотип разработан такого продюсерского центра Ивана Смирнова. Собственно, мы уже много проектов сделали при поддержке мэра Москвы и в будущем Бог даст. Вот мы сейчас... У нас же есть фестиваль, в конце концов. Ну, фестиваль это такая вещь, раз в год, да? Да, раз в год, но, например, если мы сейчас с Божьей помощью осилим Президентский фонд культурных инициатив, вот мы работаем на проект, у нас будет там конкурс, потому что последний раз мы проводили фестиваль, у нас был конкурс, который называется «Встреча», вот. «Встреча» так называлась, называется «Композиция отца», я решил вот так назвать, ну, мне понравилось. Потому что, действительно, «Встреча» это такой достаточно свободный формат для разных тоже, для разного уровня музыкантов, в первую очередь гитаристов, конечно. Хотя на фестивале у нас есть и фолк, так сказать, отделение, и классическая гитара академическая, ну, и гитара вообще во всех её проявлениях. А что касается конкурса, вот, пожалуйста, это уже поддержка молодых людей и молодых талантливых. И вот, собственно, вот при поддержке таких структур мы за счёт этого и держимся. А так, конечно, что касается наполнеемости, ну, да, это сложно сейчас. Но с другой стороны... Ну, ты не про лето сейчас, правда, наполнеемость? Да, я вообще говорю. Да. Для меня это вообще загадка. Потому что есть люди неизвестные, да, музыканты, и вдруг у них биток. Как это работает? А, допустим, какая-то известная фигура в мире музыки? Народ не приходит. С чем это связано, я не знаю. Для меня это ещё загадка. Наверное, с тем, что они думают, ну, мы его ещё раз увидим, да. А этого, может, не увидим. Или у них просто свои фан-клубы уже звучат. Может быть. Может, накануне не стоит... Слушай, ну, эта загадка должна быть разгадана, Вань. Это путь... Да, понятно. Путь к наполнеемости. Да, да. Нет? Ну, конечно. Слушай, ну, там имена, вот даже вот на этой афише, которая там раз в месяц... Там Юран Обманов, например, присутствует, да. Это выдающийся совершенно гитарист. А скажи мне, упор же на гитарную музыку или не совсем так? Папа же был выдающимся акустическим именно гитаристом. Ну, он на всём играл, представляете, на всех видах гитар, да, но он в истории остался как выдающий совершенно великий гитарист акустический. Да, конечно, в первую очередь у нас упор на гитарную музыку, но, опять же, не только. Всякие жанры здесь у нас бывают. И фольклор, и вот тайкос на Перцевой этаже. Конечно, хотелось бы больше гитарной темы, тематики, но вот тут как уж получается. Ну, хорошо, вернёмся тогда к этому вопросу, к вопросу с молодыми. Мне очень интересно это. А скажи мне, ну вот пришёл тебе чувак, я не знаю, из Сургута прислал тебе, и ты обалдел, ну, например, да, кайфанул от того, что он прислал. А как дальнейшая складывается движуха? То есть, вы оплачиваете приезд, это важно, люди будут смотреть, молодые, они должны понимать это. А вы оплачиваете проезд, проживание, ну, питание понятно. Ну, жить здесь не получится, и приехать своим ходом тоже не получится. Ну, мало ли, люди есть совершенно просто талантливые, которые не парятся по поводу этих вот больших сцен. Да, писали нам и из Самары, и из городов. Пока мы не приглашаем из городов музыкантов, но опять же, если мы заведёмся поддержкой серьёзной, на что мы и рассчитываем, и сейчас как раз ведётся работа, тогда уже можем об этом говорить конкретно. Так что без поддержки сейчас никуда. А ведь с той стороны видят, что у нас происходит фестиваль. Мы провели последнее, я считаю, грандиозное конец-то в Москве прозвучала музыка отца с оркестром. Питер Востоков. Кто? Кто был? Оркестр какой был? Оркестр был в искусстве музыки в городском холле. Художественный руководитель Алексей Львович Рыбников, а главный дирижер Серёжа Свиридов. Очень круто. Это правда очень круто. Поэтому фестиваль был прямо на очень хорошем уровне, и теперь же нельзя к нам купить книги. Это понятно, но перед открытием клуба в 23 декабре, да, ты мне говорил, перед открытием клуба уже о поддержке речь шла, или это было сделано просто для того, чтобы папино имя зафиксировать на карте, так сказать, артистической Москвы? Ну, такое дело... Это же серьёзные вложения. Ну, конечно, да. Пока не нырнёшь, как будет, не потонешь. Да. Поэтому были риски, конечно, и оправданные. Вот. Но кто не рискует, тот не пьёт шампанское. Да. Дело сложное, очень сложное, очень затратное, очень рисковое, но пока держимся вашим молитвам. Ты в единственном числе из всего клана огромного Смирновых этим всем управляешь? Или братья и сёстры помогают? Ну, у меня есть брат, который математик, как раз он по математической нашей линии пошёл. У меня же праздник Николай Васильевич Смирнов, такой известный был профессор математики в сфере математической статистики. Ну, можно про него почитать, это такая личность в мире математики. Мощная. Поэтому для меня цифры... Математика и музыка, они, конечно, много лучшего. Да, но эти цифры, они не по мне являют. У меня это слишком. Поэтому вот мой брат Колин мне помогает. Потом дизайном афиш или тейтл тентов, то, что на столе стою, занимается мой племянник Стёп Смирнов. Какие советы мне Миша даёт, Михаил Смирнов, мой старший брат. Ну и, в общем-то, все так или иначе в этом участие принимают. Мишиной афиши я что-то не видел. Но он играл здесь. Играл? Да, он здесь даже презентовал свой... Патрак? Нет, свой проект Ерёвый, русскоязычный. Так что здесь периодически играли. Очень клёво. Я так, в качестве лирического отступления, я многим ребятам задаю вопрос. Назовите мне самую распространённую русскую фамилию. И дальше Иванов, Петров, Сидоров дело не идёт, они даже в пятёрку не входят. Ты знаешь, какая самая распространённая русская фамилия? Плюс, так Смирнова. Абсолютно точно. Дальше? Да, самая распространённая. Да, как папа Штюр. Как же он говорил? Россию слышишь, ждут Смирнова теперь. Да, да, да. Ну это парафраз. Правда, про Михалковых так говорили? Ну я и говорю, это парафраз. Он оттуда идёт. Слушай, Вань, вернёмся опять к молодым, я буду педалировать эту тему. Скажи мне, вот общий вопрос я потом задам, это частный вопрос от общего. Есть ли какие-нибудь открытия для тебя в том, что тебе присылают? И вообще, есть ли сегодня на нашей сцене какие-то открытия, прям, знаешь, открытия свойства такого, новое слово, скажем так, в музыкальном искусстве? Есть очень талантливые ребята. Потому что мы же устраивали конкурсы, и мы поступали не только из Москвы. Хотя у нас был тогда конкурс и фестиваль в рамках Москвы. Ну это такое обязательное условие. Но присылали не только из регионов тоже. Очень много талантливых ребят. Но вот так, чтобы я бы сказал, что вот это действительно откровение в музыке какое-то. Я пока, честно сказать, мне такой какой-то самородок, что ли, я не встречал. Но я, например, чувствую, что сейчас такое время, когда как раз что-то может проснуться. Ну, лично я так чувствую своими какими-то чакрами. Верно. Что можно столько всего делать. Есть какое-то пространство, что ли. Это со многим, конечно, связано. Не будем конкретизировать с чем. Но это явно так. Что вот сейчас такое время, когда есть возможность себя проявить. В музыкальном паре, в творческом, вообще в искусстве. Я давно не слышал проявлений, честно говоря. Нет, я всех старых, известных наших, я просто многих люблю. От многих кайфую прям по-настоящему. Альбомы выходят и так далее и тому подобное. Но такого, чтобы перевернуло мир, я пока тут не замечаю. А вот, нет, например... Это я не замечаю, Ваня. Может быть, я так думаю, что если с помощью какого-то такого центра продюсерского открывать такие талантливые имена и направлять их продюсерски. Потому что это, конечно, то, что нет продюсера, который бы помог сделать что-то. Я не знаю, как правильно сказать. Оформить это все. Направить музыканта. Это тоже важно. Важный момент. Например, вот есть Серёж Клевенский. Сделать ему проект с симфоническим оркестром. Это же круто будет. Это же все сразу скажут. Это же вот это вот явление. Он и так-то явление, на самом деле. Это точно совершенно. А вот дать ему такую возможность. О чем мы с ним, кстати говоря, общаемся. Не обязательно там должен быть Серёжа Филатов рядом? Может быть, да. Да. Но именно вот... У него есть огромная атмосфера там. Прекрасно. Он как раз и занимается молодыми же, да? Очень многих... Сейчас некоторые из его воспитанников просто с ним работают на концертах. Да. Он меня тоже звал в свои проекты. Я даже к ним приезжал. Мы чего-то репетировали. Нам нам более всего очень понравилось. Просто времени нет вообще. Потому что я вынужден заниматься вот какой-то такой административной штукой. Что меня, конечно, напрягает. Это математика. Да. Да. Не, я почему упомянул Серёжу Филатову. Потому что этот дуэт для меня просто что-то такое многосшибательное. Вот они с Серёжей Клевенским. Это что-то такое невероятное, честно говоря. Вот видишь там, ты говоришь, что нет. Нет. Ну, слушай... На самом деле есть, конечно. Есть, конечно. Но я имел в виду совершенно новое слово. Я сейчас пока тебя ждал. У тебя играла музыка. Тут я не знаю, кто составлял этот сборник. Но я как олдскульный чувак, я просто кайфанул по полной программе. Ты не первый, кто это говорит. Не я его составлял. Да. Вот они же взорвали мир в своё время. Хотелось бы, чтобы и здесь это же происходило. А потом... Есть, например... Вот я не прав. Про такие явления, да. Я вспомнил одну команду, в которой я принимаю участие. Как ты сразу не вспомнил. Да, да, да. Ну, потому что... Не будем в воду. Вот. Такая команда называется Ихтис. Это что значит? Ну, Ихтис... Это когда-то до... Что-то от слова вода? Нет. Ихтис это рыба. Ихтис. Ихтис, да. Да. На греческом это рыба, значит. Это тайный знак христиан, собственно. Это такая, в общем-то, христианская музыка. Но вот последний альбом называется Мужские песни. Вот там есть и казачьи, и русские народные, и сербские, и грузинские песни, и даже кавказские. И всё это сделано, так сказать, с современным таким... с нашими аранжировками. Я предложил усилия с ним меньше. И Серёжа Клименский там, кстати говоря, участвует. Это вот такой ансамбль, я считаю, что... Ну, вот, всё-таки, ну, вот оно и явление. Там, конечно, далеко не молодые дядьки. Да и что? Да, но тем не менее. Элик Клоптин тоже не молодой человек, да? Мягко говоря. Так что вот, что несёт в себе такую какую-то вселенскую фишку, не побоюсь этого слова. Ну, это очень точно тебе это сказал. Вот я прямо когда слушаю тех, о ком ты говорил, и о ком мы ещё не говорили, но их чуть не сказал. Я даже думаю, что сами ребята в Ихтисе даже не до конца понимают, что они делают. А не было идеи вот в этом смысле, вот в этом Ихтисе, если играется музыка разных народов, носить или подтягивать к тому, чтобы коллаборационировать? Не, ну, может быть, в будущем мало ли кто знает. Может быть, так и будет. Потому что я знаю музыкантов, я знаю одного музыканта, который очень долго работал в Болгарии, в Сербии. Выдающийся гитарист, его мало кто знает. Он говорит, что, чтобы играть болгарскую музыку... Да я сам по своему прошлому знаю. В советские времена, когда на халтурах играли, так называемых, свадьбах. Я один раз попал на крымско-татарскую свадьбу и проплил всё. Потому что, ну, надо родиться крымским татаринам, чтобы играть. Даже не зная о науке все эти кривые размеры. Тринадцать восьмых и так далее. Да, но... И про болгару он тоже самое говорил. Он вообще утверждал, что болгарская самая сложная музыка народная. Ну, он так утверждал. И... А не нужно стараться... Ну, это действительно так. Чтобы играть традицию. Да? Ну, в смысле, фура. Да. Конкретно традицию. То, конечно, там нужно родиться. А можно же просто воспринимать её так, как ты вообще смотришь там, я не знаю, картину. Своим языком это. Вот, пожалуйста, выход из ситуации. Не нужно копировать, стараться там сыграть те милизмы, которыми они владеют. Ну, тут закономерный вопрос у меня вот какого рода, потому что меня это тоже волнует. Ну, я много чего волнует. Скажи, а современная музыка с русскими текстами? Я не имею в виду Кирсанова, я не имею в виду великих прежних поэтов. А современные, ну, это называют текстами пренебрежительными, да? Там часто встречаются очень поэтические вещи. А ты в этом что-нибудь нового замечаешь? Именно в текстовой части, именно в современных поэтах-песенниках, скажем так? У тебя вообще звучит здесь? Ну, понятно, что Backstage Band, например, работает в английской теме. Ну, а в русской теме, я не имею в виду народную. Потому что в народной тайе тоже самое работает потрясающе, да? Тот же самый, та же самая атмосфера, да? Котов, да, тот же самый. Я давно не знаю, что он делает. Ну, вот современная вот эта штука, что называется... Знаете, я так сам для себя сформулирую, отпечаток сегодняшнего дня, да, скажем так, на высоком уровне. Не просто, как ты высказался, поющие трусы. Кстати, у тебя есть одного жанра, точно здесь нет поющих трусов. Ну, что делать? А поп-музыка качественная присутствует? И вообще, в принципе, возможно? Ну, есть же качественные поп-музыканты, наверняка. Я уж там не говорю уровню... Да, мы делали здесь, проводили такой... Как это правильно стиль называется? R&B. Такой у нас был опыт. Я там даже сыграл на гитаре. И я считаю, в этом направлении можно двигаться. Ребята читали свои вот эти... Ну, как это называется? Rap-хип-хоп с такой подачей. И с гитарой это сочетается. И я вообще задумал, пока не скажу что, но с этим, в этом направлении тоже кое-что делать. Именно здесь, в клубе. Это прямо точно зайдёт. Нужно это всё использовать. Получается очень интересно. А что касается вот... О чём ты сейчас спрашивал... Опять на себя сошлюсь. Ну, потому что, с одной стороны, клуб занимает много времени. А с другой стороны, он даёт возможность осуществлять какие-то свои творческие задумки. И мы сделали проект на песни цыганские, романсы дореволюционные, Вертинского, Высоцкого. Такой... Как бы это сказать... Ну, тоже в наших оранжировках. То есть, это нельзя сказать, что это... В общем... Нельзя сказать, что это новое слово. Нет, это явно новое. Потому что, ну, никто... Дело в том, что... Мы уже с тобой, кстати, в прошлом интервью об этом говорили. Что... У нас вот эта вся история... С песнями, да? С романсами, она... Ну, такое, оказалось мёртвой. Непрогрессивно. Вот. А мы сделали это всё с басом, с перкуссией. Вот. Поёт... Ну, представь, поёт... Высоцкого... Ляя Шишко. Такая цыганка-певица. Которая, ну... Наверное, последний носитель вот этого цыганского пенделя. Такого, что... Да знаешь, что ты думаешь? Ё-моё, это как... Комарон Белоисла там, или я не знаю. Ну, в ней такая стихия и мощь, что... Ну, это просто вообще... Ни с чем не сравнить. Вот. И в итоге мы сделали спектакль на Пушкине, по пушкинским цыганам, с этими песнями. Которые потрясающе совершенно с этим... Ну, с такой театральной постановкой. Здесь 25 лет Пушкин, наверное, и есть в этом году. И вот мы провели такой спектакль. И всё получилось очень гармонично. И, кстати говоря, хотели здесь показать этот спектакль, но пока что-то... Ну, получается, всё-таки нужна там более, видимо, сцена... Когда ты говорил о театральных вещах, я сразу подумал о том, что сцена позволяет это устраивать? Позволяет, но не в полной мере, конечно. Без кулис какое театральное действие? А можно сделать кулисы. А можно их и не делать. Можно использовать вообще, как это... Четвёртая стена называется в театре, когда её... И ты вроде бы... Там, например, берётся столик в зале, который тоже часть... Это очень круто. Часть, как это называется, декорации. В принципе, таких театров много во всём бывшем союзе и в мире. Наверное. Маленькие, да? Маленькие сцены, на 50 человек там, зал и так далее. Да, я сам-то, как попал в театральную жизнь, я с некоторых пор, уже, наверное, лет пять, сотрудничал с Сашей Рокловым, с режиссёром, в театре Луны. В театре Луны. В его мюзикле. Мюзикл... Городской мюзикл Маяковского. О Маяковском. И... До этого я к театру-то особо так относился. Ну, как-то так... Как к романсу. Как будто... Как будто это что-то... То, что ушло куда-то. В небытие. Но, конечно, я не прав. Может быть, нельзя говорить. Но тут, когда я очутился внутри процесса... Да, когда ты попадаешь внутрь этого процесса театрального. Тем более, когда такой режиссёр, совершенно потрясающий, Саша Роклов, и мне это вообще стало открыть. Видимо, он меня и... Так сказать... И вся эта история... Со спектаклем Маяковский меня так воодушевила. И... Вот мы сделали вот эту штуку. По пушкинским цыганам. С песнями Высоцкого, Вертинского. Это был такой благотворительный спектакль. А, ну и ещё мы вот с Сашей Рокловым сделали Же. Тоже постановку в городском холле. На Хруссельном Деду. У него два отца. С этим... С искусственным интеллектом. Тоже всё надо пробовать. Так что это такая рождественская история у нас получилась. Обязательно будет ещё. Лет через десять ты придёшь к экклезиасту. А лет через двадцать уже и к Гомеру. Да, да. С фанвизиным и так далее. Со всеми ними. Ну... Да. Так что вот такие вот дела. Дела хорошие. Вань, я поздравляю тебя запоздало с открытием клуба. Спасибо. И спасибо тебе, что откликнулся и что делаешь это дело. Я надеюсь, что в подавляющем большинстве случаев вот эти все заявы на то, что мы будем молодых вытаскивать, продвигать. А потом, когда кассу считают люди, они перестают молодых подтягивать. Но если ты добьёшься поддержки, получишь, вернее, эту поддержку. Я надеюсь, что это не пропадёт тема. Очень хочу надеяться, потому что это реально очень важно. Это реально очень важно. Люди киснут. Люди киснут внутри себя. Ну, не все, конечно. Есть отдельные... Не надо умывать. Приходите в клуб Ивана Смирнова. Просто общаться. Я просто требую, чтобы появилась поддержка и эта тема продолжалась. Да. А в клуб Ивана Смирнова, конечно, надо приходить. Да. А потом вот это вот настоящее живое общение, оно же тоже много чего даёт. Вот. Не просто же так у меня получилось вот с этим R&B затусоваться, что называется. И вдруг это даёт какие-то движения в этом определение, что это есть. Прямо... Так что вот, что клуб даёт. Оказывается. Это я сейчас только додумался. Догнал, что называется. Да. Ну, Вань, скажи, если тебе есть что сказать, если ты что-то хочешь сказать. Ну, ты в клуб уже пригласил всех, да? Да, чуть-чуть. В принципе, по ситуации, если у тебя есть что-то сказать, по большой какой-нибудь теме. Может, я тебя не задал какой-то вопрос, я тебя не спросил. Я не задал тебе вопрос. Я даже... Не знаю, что сказать. Не унывайте. Всё будет лучше. С Богом. Спасибо, Вань.